Российские наемники в очередной раз обстреляли населенный пункт Северодонецк, перебили свет и перебили воду. Из доступных коммуникаций остался только газ. Несмотря на такие жуткие условия, в городе до сих пор остаются жить в бомоубежищах и в подвалах около 20 тысяч людей. Так выглядит здание кинотеатра сегодня. Окупанты поцелили в крышу здания, пробив его насквозь. Здесь мы можем видеть просто руины и, как мы понимаем, кинотеатры уже долгое время в Северодонецке не функционируют. Еще до войны из-за ковида он перестал функционировать. Ну а теперь функционировать не может, потому что вот так в крыше этого дома такая вот дыра от действий российских военных. Российские наемники продолжают обстреливать населенный пункт Северодонецк. Используя минометы, реактивные системы залпового огня «Град». Обстрелы не прекращаются. И буквально каждый час оккупанты обстреливают именно мирные кварталы населенного пункта. Вот так сегодня выглядит одна из школ в городе Северодонецк. Как мы видим, снаряд упал прямо возле здания школы. Постекло все окна. И мы можем видеть, что были еще прямые попадания прямо в здание учебного заведения. Учебные учреждения обстреляли сразу несколько минометов. Мы можем видеть, что вот одна воронка, рядом еще одна, возле здания еще одна. И прямое попадание в здание. Вот так. Так называемые освободители освобождают Северодонецк от учебных учреждений. Один из самых крупных торговых центров в Северодонецке сегодня выглядит вот таким вот образом. Полностью разбитый. Внутри нет ни больше никакого продовольства. Все продовольственные склады в Северодонецке на сегодня разбиты и полностью уничтожены. Продолжение следует...